Битва корпорации, я надеюсь, началась хорошо. Погода, в первую очередь, нас очень сильно порадовала, продлила нам лето, и это для Горского очень важно. Всех, кого сегодня мы регистрировали утром, все были довольны, все улыбаются, все пришли с детьми, с коллегами. Получился не только корпоративный, наверное, этап, а даже семейный. Это классный проект, который стал победителем в этом году. У нас лучший спортивный имиджевый проект года в городе Харькове. Мы постарались обобщить и привлечь к спорту не только людей, которые, скажем так, где-то работают по отдельности на разных фирмах, но и целые фирмы, чтобы провести так называемую спартакяду среди фирм и крупных корпораций. Сегодня у нас участвует 18 команд, то есть у нас 9 пар участников. Мы попытались разделить сегодняшних соперников по их направлению работы. Сферы деятельности участников нашей команды разнятся от строительных магазинов, фирм до банков, госслужащих, корпораций в IT-секторе. Банки играют между собой, у нас коммунальщики играют между собой, в общем, я думаю, все довольны. Я впервые играю в вольф, не стесняюсь этого, всегда можно начинать что-то новое, и вот этот вид спорта, который я осваиваю благодаря турниру Битва Корпораций. Ну, однозначно, игра входит в пятерку, наверное, самых сложных видов спорта, очень разнообразный спортивный инвентарь, необходимые профессиональные знания, разбираться в этом нужно, достаточно сложная система подсчета, ход игры. Ну, все приходит со временем и с опытом. Накануне, в субботу, мы организовали бесплатную тренировку с 11 до 6, то есть целый день люди могли потренироваться здесь, как здесь, на драйвинг-рэнже, так и на мини-гольфе. На самом деле, большинство участников не сильны в гольке, точнее, опыта отсутствует, вот, собственно, как и у нас. Вот, вчера был как тренировочный тур, вот, один день потренировались, ну, как показывает практика, успехи довольно-таки хорошие. Очень много поддерживают друг друга, нет, скажем так, спортивной злости в плохом смысле, есть только, лишь какие-то, наверное, позитивные эмоции, солнечный, действительно, этап. У нас были соперники, это также банкиры, это был приватбанк. У нас и в повседневной жизни они тоже, мы, как бы, своего рода конкуренты. И здесь так, ну, как бы, так сложились обстоятельства, что мы тоже стали конкурентами. Вот, но, несмотря на то, что, как бы, мы конкуренты, сама обстановка и среда была очень дружелюбная, и, как бы, было взаимопонимание, и не было именно друг против друга. Все было очень дружно, и, если мини-гольф, там, конечно, не сила удара, а именно там нужно, необходимо просчитать саму траекторию, то есть, каким образом будет мяч лететь. Ну, а здесь уже, конечно, на большой площадке, вот, там уже сила удара немалую роль играет. Первый наш опыт такой, и, мне кажется, ребята, в общем, очень, они очень вдохновились. Ну, это, конечно, кайфовая игра, это удовольствие, ты расслаблен, это, это, это такая грань, игра на выдержанность нервов, да, то есть, на тот, на тот человек, который спокойнее и лучше всего себя контролирует. И это, кстати, очень важное качество в бизнесе, и, мне кажется, с этим во многом и связано то, что такую популярность гольф имеет среди бизнесменов и предпринимателей. Накануне этого матча я в интернет зашла хотя бы, ну, почитать там какие-то, может, основные правила и так далее. То есть, я ознакомилась, это в основном игра спокойная и для мужчин, я бы сказала. Вот, она спокойная для мужчин, для бизнесменов типичных. Вот, ну, думаю, как бы я леди, наверное, мне это будет скучно и неинтересно. Но, на самом деле, это азарт такой, мне очень понравилось. То есть, в дальнейшем, я думаю, при первой возможности буду обязательно принимать участие непосредственно. Это очень интересно, на самом деле, безумно много эмоций, приятно, ну, много людей, интересно, тут безумно красиво и вообще очень круто. Ну, в нашем коллективе командный дух присутствовал всегда и такие мероприятия его только поднимают. Рад тому, что мы сможем хоть и немного, но уделять времени спорту. Считаю, это помогает и нашему здоровью и дает определенный заряд энергии на предстоящую трудовую неделю. Задача сегодня, действительно, я думаю, у всех не победить, а почувствовать на себе корпоративный дух, почувствовать на себе вот те эмоции положительные, которые могут быть от гольфа, потому что многие, я думаю, пациентов 90 даже не участвовали, не пробовали на себе этот вид спорта. Когда все замкнуты сами в себе, они варятся как бы в своем соку. Как только появляется какое-то непрофильное, да, такое пересечение, это дает возможность и компаниям, и людям каким-то образом разнообразить свою жизнь и проявить себя вне трудовой сферы. Опять-таки для фирм, для корпораций это замечательная возможность вот не только, да, там, быть какими-то деловыми партнерами, либо конкурентами, но отличная возможность в такой непринужденной обстановке поиграть, походить, поговорить. Они познакомятся со своими семьями, с семьями своих коллег. Это здорово, мне кажется, в первую очередь это тимбилдинг, это корпоративный дух, это правильно. Отличное настроение, отличная погода, все с удовольствием приняли участие. Надеемся, в дальнейшем количество команд, фирм будут только увеличены. Соревнования продлиться на протяжении, ну, практически года, 11 месяцев, 11 разных этапов. Вот сегодня мы стартовали с мини-гольфа, будем заканчивать, скорее всего, пляжным волейболом уже летом, да, то есть зимой тоже у нас, соответственно, будет и мини-футбол, и стрельба, и баскетбол. Ну, то есть 11 видов спорта включены вот в общую битву корпораций. Это отличная возможность быть спортивными и быть частью спортивной столицы. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок